Проблема освещенности городских улиц в ночное время суток в Басарабяске существует уже давно. Но если на каких-то участках она отчасти решена, то на других о таком благе цивилизации, как уличный фонарь, люди уже успели забыть. Когда особо темно, нужно особо брать какие-то фонарики, чем-то освещать дорогу себе. Темно, боюсь, что там они знают, что с тобой сделают. Ну как, было страшно. Когда выходили гулять, было очень темно, не было света. С просьбами установить светильники жители этого микрорайона обращались в премарию не раз. Но решить вопрос быстро никак не удавалось. Мы тоже так думали, что натянуть провода, поставить светильники и все. Оказывается, этого недостаточно. Необходимо сделать соответствующий проект, согласовать его во всех министерствах и ведомствах, для того, чтобы потом не было проблем со стороны контролирующих органов, да и по технике безопасности это требуется. Наконец, когда все технические условия были выполнены, начались работы по восстановлению уличного освещения. Восстанавливаем фонарный провод, пятый провод восстанавливаем, устанавливаем новые светильники с экономичными лампами. Люди знают, что такое экономичная лампа. Потребляют 40 ватт, но дает свет, как лампа 300-400 ваттная лампочка. Поэтому эффект будет ощутимый. Завершение работ по установке светильников горожане ждали с нетерпением. Ну будет светло, мы теперь рады, что теперь хотя бы у нас свет здесь есть. Я буду рада, что здесь свет будет. Будет приятно выходить на улицу. Ну надеемся, что раз вы взялись, значит здесь появится какое-то освещение для удобства людей. Бригада работала настолько оперативно и слаженно, что в течение двух дней со своей задачей справилась. По словам исполняющего обязанности примара, это не первый и не последний участок в городе, где проводится уличное освещение. На прошлой неделе мы закончили освещение улицы знаменитой Пугачевой, то, что нам говорили. Установили там 12 светильников. Во все эти разветвления переулочки поставили. Люди довольные. В дальнейшем по наличию финансовых средств, как и по улице Ленина, Сипана Разина, Комсомольская и Пугачева, будем может ставить не через один стоп, а может будем ставить каждый. Это уже перспектива покажет. Работы по освещению улиц Ленина и Степана Разина обошлись городскому бюджету в 35 тысяч лей. Всего здесь было установлено 18 светильников, проложен 1 километр кабеля и восстановлено еще несколько поврежденных участков.